Тема магистрской диссертации «Государственное регулирование, формирование и развитие особо экономических взоров в Российской Федерации». На кафедру. Уважаемый Вячеслав Александрович, уважаемый председатель, уважаемые члены Государственной экзаменационной комиссии. Докладу рекомендатора Урана Гатимоскопа Атлан Атлан Владимирович, командир 954-й испытательной базы военно-морского холма, Либельская республика. Вашему вниманию предлагается магистрская диссертация на тему «Государственное регулирование, формирование и развитие особых экономических зон в Российской Федерации». Получившись широкое развитие мировой практики во второй половине XX века, особые экономические зоны стали неотъемлемыми, на счастье, международных экономических отношений и эффективно действуют в различных странах. При этом создание особых экономических зон рассматривалось как один из путей веков для экономики страны на новый этап инновационного развития, путем формирования дополнительных механизмов, учитывающих особенности экономического, научного, природного потенциала регионов. Целью научной работы явилось проанализировать и осмыслить роль органов Государственного и Муниципального управления создание и функционирование особых экономических зон в Российской Федерации. Объектом исследования явились особые экономические зоны Российской Федерации. Предметом исследования и характеристики особых экономических зон, показатели результатов их функционирования и перспективы направления развития. В ходе упомнения данной работы были реализованы следующие основные задачи, представленные на слайде. Основной из них является выявить характерные проблемы функционирования особых экономических зон в Российской Федерации, сформировать рекомендации по их дальнейшему развитию, а также развитию системы государственного регулирования, создания и функционирования. В результате научной работы были рассмотрены различные понятия особых экономических зон. Одно из них, а также классификация особых экономических зон, представлено на слайде. Были также определены цели создания особых экономических зон. Основные из них представлены на слайде. Изучены также преимущества, которые предоставляют особые экономические зоны, как в рамках государства, так и для инвесторов. Результаты исследований представлены на слайде. Были рассмотрены основные этапы становления особых экономических зон в Российской Федерации. И в результате были сформированы типы. И на данном слайде представлены перечень и состав действующих в настоящее время в Российской Федерации особых экономических зон. Сделан вывод о том, что в Российской Федерации становление особых экономических зон происходило сложно и бессистемно. На протяжении всех этапов органы государственного управления не имели представления о четких целях и задачах и не могли эффективно руководить их развитие. После принятия в 2016 году федерального закона на государственной эксплуатации в особых экономических зонах был учтен негативный опыт существования прежних особых экономических зон, и данный закон смог значительно устранить недостатки в законодательной базе. В ходе исследования определено понятие изученной системы государственного регулирования деятельности особых экономических зон в Российской Федерации. Результаты представлены на слайде. Также были сформированы основные цели государственного регулирования деятельности особых экономических зон. Была рассмотрена изучена система и процедура создания особых экономических зон в Российской Федерации, которая включает в себя этапы, представлены на следующей файле. Были определены условия приобретения статуса резидента особыми экономическими зонами, а также соответственно основания для решения статуса резидента особых экономических зон. При этом был сделан вывод, что статус резидента особых экономических зон предоставляет его владельцу достаточно широкие полномочия и преимущество при осуществлении предпринимательской деятельности на территории особых экономических зон. И это, конечно, в первую очередь преимущество следового возложения. В результате изучения системы государственных мер по обеспечению функционирования особыми экономических зонами определен перечень особых условий осуществления предпринимательской деятельности на территории особых экономических зон. Результаты представлены на слайде. На данном итоге представлены значения налоговых ставок как для резидентов, так и не для резидентов особой экономической зоны, а также значения ставок по налогам, что позволяет видеть преимущества для резидентов особой экономической зон в налоговой сфере. В результате рассмотрения государственной системы оценки эффективности функционирования шнобами экономической зоны неопределен в перечении расчетных показателей эффективности, применяемых в российской методике оценки эффективности особой экономической зоны. В результате рассмотрения значений этих показателей сделан вывод, что реальный экономический эффект от деятельности особой экономической зоны в Российской Федерации на следующий день не достигнут. Вклад от их деятельности в экономическое развитие страны чрезвычайно мало. Не достигнут основные цели создания особой экономической зоны. И причин для столь резкой оценки эффективности в результате работы установлено несколько. Они представлены у нас в следующем слайде. Это так, незначительное количество созданных рабочих мест, низкая дологовая отдача, не выполняя показатели по привлечению дезидентов, низкие экономические инвестиции составных резидентов особой экономической зоны. В результате анализа установлены причины столь резкой эффективности особых экономической зоны Российской Федерации. Основные из них, так сказать, на асфальде. В результате анализа причин были разработаны рекомендации по развитию особых экономических зон и органов государственного регулирования и создания их функционирования. Данная рекомендация представлена на следующих слайдах. Также был сделан вывод, что развитию особых экономических зон Российской Федерации должно подчиняться единой концепции развития особых экономических зон Российской Федерации, которую необходимо сделать частью законодательной системы государства. Данная концепция должна включать в себя вопрос определения принципов создания особых экономических зон Российской Федерации, территориальной дислокации и людей. В результате маркетинского исследования сделан вывод, что, несмотря на то, что перед российскими особых экономических зонах стоит множество проблем, которые не позволяют нам стать одним из конкурентоспособных механизмов международных экономических отношений, возможности и эффективы для дальнейшего развития особых экономических зон в Российской Федерации существуют. Но при этом не стоит рассматривать особые экономические зоны как универсальные средства решения проблем, стоящих для российской экономики. Однако их создание может служить целями ускорения перевода страны и ее регионов на новый этап, увеличивающий их отношения и более глубокого включения России в мировую экономику. Капитан, право работе, Владимир Владимирович, я позвольствую. Спасибо. Учленная комиссия, пожалуйста, кто имеет вопросы? Ну, тем не менее, хотелось бы узнать, скажите, пожалуйста, Вы неплохо представили Вашу эксцертацию в раздаточном материале, Ваши подростные слайды, а можете сказать так, на Ваш взгляд, есть какие-либо примеры в нашей стране, где эти зоны работают эффективнее других? Да, такие примеры есть. И по оценке деятельности за 2015-2016 годы, относительно эффективными признаны только 3 или 4 особые экономические зоны. И на первом месте это особая экономическая зона Алабу, как в Татарстане, которая по всем показателям... Тип техника медвенческой зоны, они показателям эффективности, они на фоне остальных типов, они выделяются в лучшую сторону. Это касается не только зоны Алабок, а это и под других зонах в том числе. Так, а вот еще там туристико-рекреационные, где у Вас как они эти зоны, которые в первую очередь создаются в зонах с благоприятными, в первую очередь, тематическими, экологическими регионах. И они направлены, конечно, не на выполнение работы, а на оказание услуг. То есть это зоны как на Дальнем Востоке, так и на территории и в регионах Российской Федерации. Продолжение следует... Вот на 8-й странице, там есть хвостовая зона у нас. Тогда к чему можно отнести из перечня на таблице 5? Это на слайде номер 5 проведена международная классификация... То есть это международная? Да, соответственно, классификация Российской Федерации. Если применять ее под данную классификацию, то отнести можно, в первую очередь, по выполнению функций, потому что они создаются, естественно, для решения тех задач, которые отличаются от других задач. Если еще вопросы, больше нет, спасибо. Только, пожалуйста, рецензия от... Рецензия на мастерскую диссертацию дана кандидатом генетических, кандидатом биоретических наук, акцентом, проектом по научной работе Международного банковского института, угловой революции. Достоинства отмечены, отмечены, как и недостаточно. В работе не выполнено исследование взрослежного опыта и создание функционирования ОТЭЗ, однако это направление исследования не является очень объемным, но может быть проведено в объеме отдельной научно-исследовательской работы. Согласны? Все хорошо. И против руководителя, руководитель ставит отличную оценку и считает, что выполнено на высоком уровне работы, соответствует требованиям, предъявляемым кондиционерским диссертациям. Автор выполнил глубокую проработку материалов исследований, проявил навык соединительной аналитической работы для заслуживания своей нестепени магистров. Отлично. Спасибо. Спасибо, Антон Владимирович. Ваша защита закончена. К защите приглашаю.